Еще полвека назад, а именно в 70-е годы прошлого столетия, невозможно было и представить, что очистные сооружения города будут работать и выглядеть по-новому. Масштабная реконструкция началась здесь в 2013 году, а в 2019 продолжилась уже с новым объемом инвестиций. На обновление ГОКС из федеральных, региональных, муниципальных и частных средств направили свыше 3 миллиардов рублей. Эта реконструкция действительно прорыв, прорыв и технологический, и экологический на сегодняшний день. И, наверное, он соответствует уровню мировых стандартов. Я спокоен за этот объект. На очистных сооружениях уже достроены и практически укомплектованы современным оборудованием станции ультрафиолетового обеззараживания и нейтрализации запахов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце декабря этого года. Продолжается реконструкция сооружений очистки сточных вод со строительством песковых бункеров. Это позволит исключить попадание крупногабаритного мусора в трубопроводы и насосные агрегаты. Обновление сооружений биологической очистки поспособствует удалению источных вод биогенных элементов, то есть вредных химических веществ. На сегодняшний день аналогов проекту в России нет. Какие масштабные производства проходят работы здесь при реконструкции городских очистных сооружений? Впервые, подчеркиваю, с момента ввода в эксплуатацию 1974 года. Не более близко подошли к 50 годам. А данный проект у нас находится в федеральном программе оздоровления Волги. В данной ситуации в национальном проекте «Экология». Проводится на очистных канализационных сооружениях, работая по улучшению качества воздуха. В данный момент идет процесс установки оборудования «Вентлит». Оно предназначено для очистки воздуха от запахов серого водорода и аммиака. Впрочем, по словам специалистов, концентрация вредных выбросов на ГОКС всегда была в пределах нормы. А неоднократные жалобы на неприятный запах поступали от жителей Куйбышевского района только в ночное время суток. Стоит отметить, что очистные сооружения всегда работали и работают в круглосуточном режиме. И мы, учитывая пожелания и ситуацию, уже даже установку по нейтрализации запаха установили. Вот она находится здесь. И, соответственно, закрыли все приемные камеры. Ну и теперь вопросов вообще никаких нет. Но к нам не было вопросов, потому что на источнике, когда брали бесконечные анализы, у нас на источнике запаха нет никаких превышений. Более того, самарские коммунальные системы проводят политику полной информационной открытости, беспрепятственно и круглосуточно допуская все проверяющие организации, включая чиновников, депутатов, жителей близлежащих микрорайонов, чтобы все лично смогли убедиться в том, что концентрация вредных веществ на ГОКС не превышает допустимые нормы. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...